Приветствую, друзья. Не секрет, что почти все современные наушники имеют сменный кабель. Это решает сразу несколько задач. Одна из них состоит в возможной экономии за счет комплектации. Но действительно, не всем важно выжимать из наушников полный максимум, а сэкономить хочет каждый. Так мы получаем с довольно крутыми наушниками более-менее приемлемый кабель. Хочешь лучше, ну, докупи то, что нравится. А подавляющее большинство и так все всегда устраивает. Еще одним важным вопросом становится, конечно же, замена вышедшего из строя кабеля. Дело житейское, к хорошим наушникам хочется купить столь же качественный провод, который и прослужит долго, и по удобству будет на высоте. Ну и, конечно же, самая явная проблема заключается во всем многообразии штекеров. Есть обычный универсальный 3,5 мм, он подходит для 99% случаев, но качественная аппаратура имеет зачастую балансные выходы, а те бывают 2,5 и 4,4 мм, и можно, казалось бы, махнуть на все рукой, но на балансе мощность практически всегда в два раза выше, а это уже серьезно, это уже надо слушать. Вот как раз в этом ключе я и могу посоветовать кабели от Kibir. Довольно дорогие кабели, но поскольку есть и весьма неплохие решения баксов за 12, а тут у нас более 40. И это еще, друзья, по скидке. Делятся они по типу штекеров 2,5-3,5-4,4 мм, ну и по типу фиксации. Классическая вилка, утопленная QDC и популярная ныне MMCX. Кабель реально хороший, двужильный, где каждая жила состоит из 49 ядер по 0,06 мм. Производится он по стандарту 5N UPOC, то есть при помощи непрерывного литья. Производитель отдельно выделяет, что эта модель использует посеребренную медь. Поставляется кабель вот в такой вот коробочке и в специальном мешочке для переноса. К сожалению, никаких сертификатов к продукту не прилагается. Хотелось бы, честно говоря, сам кабель покрыт такой гибкой матерчатой оплеткой. Заушины сделаны из термоусадки, а штыкеры бегунок металлические. По прочности он действительно все очень круто, выглядит тоже здорово. Сопротивление, с учетом скромных возможностей моего тестера, ну, практически совпадает со всеми нормальными кабелями из моей коллекции. Для тестирования я использовал одни из самых любимых своих наушников, это BQA Spring 2. Установив 7-долларовый кабель от REN, я получил такие довольно слабые низкие частоты. Родной кабель от наушников давал результаты намного лучше, но после установки героя обзора я могу сказать, что он как минимум на том же уровне с комплектным кабелем от этих наушников. Есть ощущение, что высокие стали чуть чище и детальнее, но это на уровне кажется. Замеры показали идентичное значение импульса, искажений водопада на всех трех кабелях. Отличается только уровень на графике АЧХ. 7-долларовый кабель, очевидно, имеет сопротивление выше двух остальных. Итогом, ну что я могу сказать. Двужильный кабель от KBR однозначно хорош. Если у вас далеко не дешевые наушники и нужен другого типа штекер, ну или же ваш кабель испорчен, то KBR 5N упок будет очень неплохим выбором. Можно ли подобрать что-то дешевле? Наверное можно. Но тут 50 на 50 попадется нормально или еще один в коробку ненужных вещей. Для меня этот кабель стал ну просто открытием в плане тестирования недорогих китайских наушников. Ну где то, что лежит в комплекте, ну это однозначно мусор. С KBR наушники от KZ, CCA, TRN, TFZ и многих других брендов, на мой взгляд, звучат ощутимо лучше. Иногда даже тотально. Отличный кабель для тех, кто ищет нечто подобное. У меня уже раз шесть спрашивали, что это я использую со своими Spring 2. Ну и с этими ушками кабель от KBR реально очень хорошо спелся. Собственно, вот такой вот кабель от KBR. Мне понравился, я пользуюсь. На этом всем пока, всем добра!